Уважаемые братья и сестры, сегодня наступает последние десять ночей месяца Рамадана, который мы долго с вами ждали. Быстро пролетело, быстрее даже чем в том году, мы это прочувствовали с вами, и так наша жизнь пролетит, тоже не успеем оглянуться и мы уже поэтому так оно и есть перед судным днем, когда уже почти все малые признаки заканчиваются, ускоряется время. И Рок Мухаммад саллаху алейсалям, он не спал в ночь Рамадана, когда наступали последние десять ночей, маленьких детей, взрослых и жен, и все, кто могут молиться, могут читать намаз. И покрепче завязывал свой изар, свою одежду для того, чтобы больше еще поклоняться Всевышнему Аллаху. То есть если на протяжении этих двадцати дней мы давали садака, мы делали намазы, читали дополнительные, то в эти последние десять ночей нужно еще больше постараться. Рок Мухаммад саллаху алейсалям сказал, «Иннам али амалу биль хаватим». Дела расцениваются по последним делам. И у кого последние, поэтому последние дела, последние, как мы проведем вот эти последние десять ночей, последние десять дней, от этого будет зависеть весь наш месяц. И в последние десять ночей у меня есть «Лайля туль-кадр», «Хайру мин альфи-чагра», «Ночь предопределения», которая лучше, чем тысяча месяцев. Дай Аллаху, Субхану, нам провести в поклонении Всевышнему Аллаху, Субхану, эти десять ночей. Покрепче завяжите свои одежды, изар, побольше поклоняйтесь Аллаху, Субхану, не теряйте время напрасно, потому что время оно так и так пролетит, но лучше, чтобы оно прошло в поклонении Всевышнему Аллаху, Субхану, и в эти последние десять ночей. В этой жизни все мы любим Субхану Аллаху, альхамдуллах. У нас нет благих дел, много, но Аллах нам с вами даровал сердце, которое любит Всевышнему Аллаху, Субхану, и всем мы с вами надеемся, что мы встретим Всевышнему Аллаху, Субхану, и этими сердцами любящего нашего Творца, инча Аллах. Хотелось бы сделать напоминание, в первую очередь, самому себе, чтобы мы провели эти последние десять ночей, выставили ночи, не спали, поклонялись Аллаху, просили дуа за нас, за умму пророка Мухаммада, Субхану Аллаху, за близких, за тех, кому мы даже не знаем, альхамдуллах, просить за тех, кто ушли за этой жизнью, ждут наши дуа, которым помогут, иншаллах, снился Аллаху, Субхану Ата-Аля, наши дуа. Вот так проводить эти последние ночи, и в намазе, в поклонении Аллаху, Субхану Ата-Аля. В этой жизни мы все любим Аллаха, но нет возможности увидеть Аллаха, Субхану Ата-Аля. В этой жизни мы Аллаха не увидим, мы верим, поклоняемся Аллаху, не видев Его, веря в Него. В судно-день в джаннате, иншаллах, встретимся с Аллахом, мы увидим Аллаха, Субхану Ата-Аля. Аминь. И это самое прекрасное, что будет в раю, увидеть лика Аллаха, Субхану Ата-Аля. Но в этой жизни есть возможность обратиться к Аллаху и читать намаз. То, кто еще был в прекрасном стоянии перед Аллахом, Субхану Ата-Аля, в намазе, в этой жизни, будет в его прекрасном стоянии в судный день перед Всевышним Аллахом, Субхану Ата-Аля, который будет длиться 50 тысяч лет. Когда человек уйдет из этой жизни, он не захочет сюда вернуться. Только по одной причине, чтобы сделать поклонение Всевышним Аллаху, Субхану Ата-Аля. Всевышним Аллах сказал, Субхану Ата-Аля, в судный день, когда оголится голень, людей будут призывать к земному поклону, к сячде, никто уже не сможет. Все будут в страхе, некоторые люди будут в унижении. Всевышний говорит, но я же призывал их делать земные поклоны, когда они были здорованы. Мы с вами сейчас здоровые, поэтому побольше должны поклоняться Аллаху, Субхану Ата-Аля, потому что все мы с вами захотим вернуться сюда, в эту жизнь, чтобы еще сделать земные поклоны и поклоняться Всевышним Аллаху, Субхану Ата-Аля. Но не будет такой возможности. Поэтому у нас пока с вами есть возможность, мы с вами счастливые люди. Аллахи, мы с вами счастливые. И давайте проведем вместе с вами, иншалла, эти дни, эти ночи, в поклонение Всевышним Аллаху, Субхану Ата-Аля, в земных поклонах, в намазах. И вместе, иншалла, будем в вечной райской обители. Амин. Салла-Аллаху аля Набилу Мухаммад. Амин.